Немецкие эксперты сходятся в том, что до окончания войны ещё далеко. Есть только один человек, который мог бы окончить войну быстро. Его имя — Владимир Путин. Но этот человек всё ещё верит в победу России на фронте, говорят политологи. Да и сама Украина не готова сейчас соглашаться на потенциальный мир на условиях России. А потому война затянется, говорят эксперты. Многое зависит от того, насколько Украина будет в состоянии выдержать давление российской армии, а также от готовности России признать, что всё происходящее ей слишком дорого обходится. В настоящий момент я, честно говоря, не думаю, что война закончится в нынешнем году. Как мне кажется, Путин, Патрушев, Лавров, Шойгу, как и раньше, ориентируются на полную победу, поражение ВСУ и затем мир на условиях России. Но украинская сторона пока в состоянии защищаться. Так что в краткосрочной перспективе проведения переговоров мне кажется маловероятным. Для того, чтобы хоть одна из сторон была готова к полноценным переговорам, либо Украина, либо Россия должны ощутить истощение сил и ресурсов, считают эксперты. Переговоров пока ожидать не приходится. У обеих сторон пока незаметно физического, психического и морального истощения, которое привело бы к необходимости каким-либо образом завершить войну. Такой сценарий не просматривается вовсе. Обе стороны надеются достичь цели военным путём. Да, у России заканчивается арсенал современного вооружения. На фронт поступает всё больше советского вооружения из 70-х годов. Это означает ещё менее точные удары и ещё больше попаданий по гражданскому населению. Некое истощение ощущается, но это происходит очень, очень медленно. Во многом Украина сдерживает Россию на фронте благодаря поставкам западных вооружений и финансовой поддержке, говорят политологи. Может ли в странах Запада наступить критический момент, после которого они перестанут помогать Киеву? Я не думаю, что такая граница существует. Скорее, проблема в том, что помощь Украине предоставляется слишком медленно. Но поддержка продолжится. Германия тут играет скорее второстепенную роль по сравнению с США, Великобританией, восточноевропейскими странами. Я уверен, страны Запада продолжат помогать Украине. По мнению политологов, помощь, которую оказывает Германия, Украине недостаточно. Как мне кажется, немецкое правительство действует сейчас крайне нерешительно. Точно сказать почему нельзя. Ведь в интересах политики безопасности было бы целесообразно поддержать Украину. Стоит задаться вопросом, как будет выглядеть европейская безопасность после войны, если российская сторона выиграет войну, ситуация с безопасностью в Европе станет критической. В интересах правительства было бы оказать серьёзную поддержку Украине. Но оно, судя по всему, не торопится с этим. Эксперты сходятся в том, что отвоевать захваченные территории Украине будет крайне непросто. Даже несмотря на поставки западных вооружений. Потери Киева ранеными и убитыми могут достигать десятков тысяч человек. На восполнение потерь и возвращение территории могут уйти годы. Айти на территориальные уступки для завершения войны Украина не намерена.